Заканчивается первая часть программы, но будет ещё и вторая. Вот о чём расскажем там. И великое переселение из офисов домой в кафе на пляж. Всё больше фирмы за жары выбирают удалённый доступ. Но как это оплачивается? Сидеть дома и получать зарплату. Так, судя по результатам последних данных, отработодателей хотят работать четверть россиян. Некогда любимые дизайнерами, программистами, копирайтерами и бухгалтерами фриланс с наступлением лета теснит постоянная, но удалённая от офиса работа. Кажется, что плюсы очевидны для обеих сторон. Никаких забот по аренде офиса или организации рабочего места и труд в домашних условиях в любое удобное время. Так уже работает каждая третья компания страны. Олег Пакшин попытался разобраться, для кого удалёнка – это свободный полёт, а для кого – испытания самоконтроля. В одной из крупнейших в России телекоммуникационных компаний началось великое переселение сотрудников. Две трети специалистов переезжают работать домой. Уже больше двух тысяч сотрудников подписали дополнительные соглашения к трудовому договору, которые позволяют им работать удалённо. И они пробуют себя вот в этом новом подходе к работе. Дома на диване, на скамейке в парке, а может на пляже. Теперь проводить рабочее время можно где угодно. Важен только результат. Привет. Привет. Анастасия у нас находится в Новосибирске сейчас. Работает в кафе. Свою работу мечтой он сделал сам – россиянин тунисского происхождения. Сухель Закар одним из первых применял душный офис в IT-компании на уютную террасу любимого кафе. Я просто уволился и, собственно, наши работы на себя. Принимал входящие запросы, работал из дома сначала, потом обнаружил, что в кафе можно тоже работать хорошо и удалённо. И где-то там, наверное, с 2006 года я работаю в таком режиме. Теперь Сухель не только сам выполняет заказы на разработку компьютерных приложений. На него также удалённо работают десятки сотрудников, которых он только в скайпе и видел, как и своего работодателя. Наша команда здесь находится, где-то в Двери, где-то в других городах России. А заказчик, основной клиент, он находится в Америке. Кроме IT-специалистов, на дистанционную работу уже перешли или перейдут в ближайшее время бухгалтеры, юристы, фотографы и журналисты, писатели и переводчики, маркетологи и страховые агенты и даже инженеры-проектировщики. Только на портале «Работа в России» представлено 3000 вакансий для работы удалённо. Это, прежде всего, менеджер по работе с персоналом. Сегодня же можно подбирать на работу через дистанционную, подбирать компании на работу. Это всякие интернет-магазины, те, кто оказывает консульционные услуги, менеджеры по консультантам. Социолог Вячеслав Бабков изучил тенденцию и прогнозирует взрывной рост дистанционной занятости в России. Если сейчас удалённо работает всего около 1-2% специалистов, то к 2020 году каждый пятый работник в России будет в онлайне. Хотя рынок удалённой работы растёт как на дрожжах, в большинстве своём пока что это чёрный рынок, где риск быть обманутым работодателем велик, а если зарплату и платят, то по серой схеме, без социального пакета и пенсионных отчислений. И многие онлайн-сотрудники даже не догадываются, что может быть по-другому. В Трудовом кодексе России уже три года есть статья, регулирующая труд дистанционных работников. Только об этом работодатели предпочитают не вспоминать. Олег Пакшин, Екатерина Фролова, Елена Бедяк, Вести.